МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пожары являются одной из наиболее распространенных чрезвычайных ситуаций, уносящих человеческие жизни, с целью выявить факты, представляющие угрозу для жизни человека в нашем городе созданы и работают смотровые комиссии. Войсковой части 7404 состоялась торжественная церемония открытия нового периода обучения. Зима – сезон повышенного травматизма. Причиной 15% временной утраты трудоспособности являются последствия падений на льду. Синоптики предупреждают об опасных погодных условиях. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Барановичах уменьшается. В связи с этим с 13 января перестал принимать больных ковидом онкологический диспансер. С 14 января в режиме борьбы с инфекцией перестанет работать наркологический диспансер. Лечение больных коронавирусной инфекцией будут продолжать медработники двух больниц – городской и второй, а также кожно-венерологического диспансера. После обработки онкологические и наркодиспансеры начнут принимать своих пациентов. Пожары являются одной из наиболее распространенных чрезвычайных ситуаций, уносящих человеческие жизни. С целью выявить факты, представляющие угрозу для жизни человека, в нашем городе созданы и работают смотровые комиссии. Основной акцент сделано обследование домовладений, в которых проживает категория людей, наиболее подверженных риску возникновения ЧАЭС. Одними из представителей данной категории являются лица, злоупотребляющие спиртными напитками и ведущими асоциальный образ жизни. Так, работники МЧС при проверке квартир обращают внимание на устройство и эксплуатацию печного отопления, а также на наличие и исправность автономных пожарных извещателей. 2021 год только начался, а печальная статистика по погибшим от пожаров уже поражает своими цифрами. С начала года на пожаре погибло 5 человек, из них 4 в городе и 1 в районе. Для сравнения, за весь 2020 было 6 трагических смертельных случаев. При этом в городе от пожара погиб только 1 человек, тогда как в районе эта цифра составляла 5 человек. Причем зачастую причинами трагических пожаров становятся асоциальное поведение, алкоголь и курение в постели. В нашем городе проводится работа по предотвращению и профилактике таких несчастных случаев. И одно из таких направлений – это работа смотровых комиссий. Их деятельность сейчас стала весьма актуальной. Работа смотровых комиссий координируется с созданной по решению Барановичского горесполкома городской рабочей комиссией, в которую входят руководители субъектов профилактики. Городская рабочая комиссия координирует деятельность семи смотровых комиссий, созданных в ЖЭСах Куре-Бжере у города Барановичи. Они, в свою очередь, возглавляются начальниками ЖЭСов, а в состав входят представители субъектов профилактики. Главной целью деятельности смотровой комиссии является проведение профилактических мероприятий в жилом фонде. В этой связи смотровой комиссией выявляются причины и условия, способствующие возникновению чрезвычайных ситуаций. В том числе и пожаров, а также гибели людей от внешних причин и, соответственно, принятия мер по их устранению. В случае выявления условий, которые могут создать опасность проживания граждан, нуждающихся в дополнительной социальной защите, смотровыми комиссиями инициируется принятие решений об оказании помощи. В последующем смотровая комиссия осуществляет контроль за созданием безопасных условий наших граждан. Не остаются в стране и иные категории граждан. Их посещение проводится в зависимости от складывающейся ситуации, а также необходимости проведения дополнительной профилактической работы. В состав комиссии входят представители МЧС, внутренних дел, здравоохранения, образования, социальной защиты и другие субъекты профилактики. Это позволяет при выявлении небезопасных условий проживания иных неблагоприятных ситуаций оперативно на них реагировать, чтобы не допустить трагедии. В 2020 году в работу смотровых комиссий внесла корректировки ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе. Сейчас же их деятельность возобновляется в полном объеме и в первую очередь работа направляется на так называемых неблагополучных граждан. Стоит отметить, что работе смотровых комиссий могут помогать и обычные сознательные граждане. Все, что необходимо, это сообщать о неблагополучных ситуациях и гражданах, которые живут у вас по соседству. Ведь всегда лучше предупредить трагедию, чем извлекать уроки из случившейся беды. Очередной диалог власти с населением состоится 16 января. С 9 до 12 часов на связь жителями Брещины выйдет зампред областного исполнительного комитета Вадим Ольшевский. Он курирует вопросы жилищно-коммунального хозяйства, безопасности дорожного движения, благоустройства территории, населенных пунктов, строительства, жилья, транспорта и связи. Обращаться по телефону 8 0 162 21 31 21. Барановичан по номеру 4249 74 выслушает заместитель председателя горесполкома Дмитрий Техно. Войсковой части 7404 состоялась торжественная церемония открытия нового периода обучения. После официального открытия личный состав разошелся по восьми учебным местам, где военнослужащие ознакомились с основными правилами безопасности в различных ситуациях. Опытные наставники провели для них занятия по оказанию первой медпомощи, обращению с оружием, рукопашному бою. Рассказали об особенностях конвойной службы. В войсковой части 7404, как и во всех подразделениях внутренних войск, 13 января состоялось открытие первого периода обучения. В организации проведения мероприятия приняли участие военнослужащие соединений и сотрудники МЧС. Традиционно первым занятием стала лекция по идеологической подготовке. Затем с военнослужащими всех категорий провели комплексное занятие по доведению требований безопасности при прохождении военной службы. На восьми учебных точках личному составу напомнили требования безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, специальными и имитационными средствами, при отработке приемов рукопашного боя и выполнении упражнений по физподготовке. Обучаемые усвоили требования безопасности при выполнении задач боевой службы по конвоированию и несению службы по охране общественного порядка. Сотрудники МЧС продемонстрировали, как вести себя в чрезвычайной ситуации, к примеру, при пожаре правильно пользоваться огнетушителем. На последней точке медработники на практике показали, как оказывать первую помощь при различных травмах. Напомнили, как правильно делать искусственное дыхание. На примерах военнослужащим объяснили, какие несчастные случаи могут произойти при проведении хозработ, ремонте техники. Самым важным является сохранение жизни и здоровья военнослужащих. Эти занятия позволяют напомнить требования безопасности и повысить персональную ответственность личного состава не только во время несения службы, но и в быту. К сведению, в 2020 году задачи, возложенные на соединение командующим внутренними войсками, выполнены в полном объеме. Для несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, выделялось более 29 тысяч военнослужащих. Всего войсковыми нарядами задержано 445 человека за различные правонарушения. Для сравнения, в 2019 – 3136. Состояние оперативной обстановки оценивается как удовлетворительное. Стартовый капитал на открытие бизнеса можно получить в Управлении по труду занятости и соцзащите Барановичского горисполкома безработным и незанятым в экономике гражданам. Финансовая поддержка оказывается в размере 11-кратной величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. Но прежде необходимо успешно окончить обучающие курсы, представив свой бизнес-план. Набор слушателей из числа безработных и незанятых в экономике граждан проводится и в группу по обучающему курсу по профессии бариста кофевар, специалист по приготовлению кофе. Оба курса бесплатные, причем на время их прохождения выплачивается стипендия. За информацией в обучении и трудоустройстве можно обращаться по адресу город Барановичи, улица Грибоедова, 12, кабинеты 53428 или по телефону 64-08-69. Зима – сезон повышенного травматизма. Причиной 15% временной утратой трудоспособности являются последствия падений на льду. Синоптики предупреждают об опасных погодных условиях. Погода переменчива. Все замерли в ожидании арктического циклона с его непривычно низкой температурой. Снег днем и минусовая температура ночью приводят к покрытию тонкой коркой льда тротуаров, которые могут стать неприятным сюрпризом утром. Коммунальники проводят целый комплекс механизмов для борьбы со снегом и гололедом, очищают тротуары и посыпают дороги песка соляной смесью. Гололед может привести к травмам и переломам. В основном при падении травмируются конечности – руки, причем чаще всего лучевая кость, кисти руки, голеностоп. Затем по частоте случаев следуют травмы головы и ушибы грудной клетки. В подавляющем большинстве случаев порядка 80% травмированы были люди трудоспособного возраста. По 10% приходится на долю детей до 18 и граждан старше 50 лет. Одной из основных причин зимних уличных травм у представительниц прекрасного пола становится обувь, не приспособленная для хождения по скользкой поверхности. Такая обувь не только проскальзывает по обледенелому асфальту, но и способствует постоянному подворачиванию ног на замерзших комьях снега. В результате модница рискует получить многочисленные переломы, растяжения и разрывы связок. Сложная травма, приобретенная во время гололеда, может выбить человека из привычного образа жизни на несколько месяцев. Чтобы избежать неприятностей, научитесь падать. Поскользнувшись, надо успеть сгруппироваться. Самое простое – присядьте, подожмите под себя ноги. При резком снижении центра тяжести тела у вас появится шанс удержаться на ногах. Отсюда совет – ходите по гололеду на чуть согнутых в коленях ногах в положении готовности падения. Кроме того, в зимний период не исключено получить обморожение. К тому же, к концу текущей недели в Беларуси ожидается серьезное похолодание. При этом продолжатся кратковременные снегопады. Пригнозируется гололедица, временами слабая метель и порывистый ветер. Чаще всего обморожение появляется на недостаточно защищенных от холода участках – пальцах, рук и ног, ушах, носу или щеках. Обморожения могут случиться у человека любого возраста, но больше всего им подвержены дети, люди старшего возраста, женщины, люди, страдающие нарушениями кровообращения, а также курильщики, так как употребление табака приводит к постоянному сужению кровеносных сосудов из-за воздействия никотина. Для обеспечения нормального тока крови в холода следует носить свободную одежду. Самый подходящий костюм для мороза – костюм капусты, позволяющий воздуху оставаться между слоями одежды, причем верхний слой, не должен пропускать влагу. Пораженные участки тела нельзя смазывать мазями, это усугубляет охлаждение и может травмировать кожу. Большую опасность несут сосульки. Падающие с крыш зданий они нередко причиняют травмы прохожим, а иногда приводят и к летальным исходам. Под тяжестью сосулек могут обрываться электропровода, ломаться конструкции зданий и сооружений. Также нужно осторожно ходить под деревьями на ветках на липснег, и они могут упасть. Коммунальники очищают крыши от сосулек на леди снега. Если вам необходима такая услуга, то на возмездной основе можно обратиться в единый областной контакт центра ЖКХ по номеру 115. ХК «Авиатор» 15 января продолжит домашнюю серию матчей в рамках экстралиги Б чемпионата Беларуси по хоккею. Летчики сразятся с лидером турнирной таблицы командой «Химик». Напомним, подопечная Алексея Страхова в настоящий момент занимает пятую строчку. Барановичане после 31 проведенной игры имеют в активе 34 очка. Для болельщиков, которые не смогут прийти на трибуны, будет организована онлайн-трансляция на сайте Хоккейбай. Ссылка появится за полчаса до стартового свистка в 18.30. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин